Юрий Фаторов, кандидат историчных наук, профессор прайс к университету и висковый эксперт. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Начнем давайте с интересного заявления жен мобилизованных, потому что очень много было информации о том, что они пытались попросить, чтобы им позволили протестовать, выйти на мирный протест, на какой-то митинг. Ну и вот сегодня появилось в своем канале «Путь домой» такое себе обращение к Путину и Шойгу. Пишут жены, что мы не ваш скот, мол, верните нам ту жизнь, которая у нас была, вы не имеете права нас затыкать, так же они пишут. И отдельно пишут Путину и Шойгу, что, по их мнению, президенты и министры обороны могли бы выйти публично сказать, когда же наши мужики будут дома. Хочется спросить, ну что это, начало чего-то нового, начинает бунтовать, или все же это просто такое себе одно обращение, и дальше этого ничего не будет. Нет, это обращение, конечно, отражает те какие-то настроения, которые есть, ну скажем прямо, у очень небольшой части российского общества, потому что, ну кто такие жены мобилизованных? Это мобилизованных было 300 тысяч человек. Значит, вот 300 тысяч семей, ну там плюс-минус какое-то количество людей, у которых нет семьи, там и так далее. Это, ну скажем, меньше одного процента, как я понимаю, меньше одного процента семей, наверное, даже меньше половины процента семей в России. Вот это то количество семей, которые затронуты мобилизацией, и, соответственно, члены этих семей, ну обычно говорят, жены мобилизованных, это могут быть матери, сестры, там, кто угодно, в том числе и бабушки не исключено. Но это не отражает, ну сколько-нибудь значительного мнения, сколько-нибудь значительного большинства российского населения. К сожалению, но, к сожалению, это правда, российское население, в общем, достаточно положительно относится к войне, положительно относится к Путину. Ну, либо положительно, либо нейтрально. Теперь, в чем, собственно, содержание вот этих обращений к Путину, к Шойгу и так далее. Ведь там же речь, как я понимаю, не идет о прекращении войны. Да. Нет. Они говорят, вот суть, логика, если вычленить за этими их эмоциями, там, какими-то разного рода слезливыми всякими обращениями, там, высказываниями смысл и логика их позиции, примерно следующее. Мой муж, в скобках сын, брат и так далее, отслужил свое. Он отслужил, отдал родине, там, год своей жизни. Теперь пусть другие воюют. Вот давайте, верните нам наших мужиков, а забирайте в армию других. Это будет справедливо. С точки зрения этих русских женщин, потому что, ну, вот у них такое понятие справедливости, что надо вернуть моего, значит, мужчину, а вместо него призвать кого-то другого. Если мой муж пострадал, ну, теперь пусть пострадает муж моей соседки. Ну, и вот эта логика такая вот, знаете, такого русского обывателя, который вообще лоярен власти, полностью лоярен власти, но просто хочет, чтобы если он так или иначе пострадал, ну, чтобы пострадал сосед. Вот если у меня украли корову, ну, пусть у соседа украдут две. Да, то есть, действительно, слов нет войне, и давайте прекращать, и такого не было. Поэтому тогда все понятно, логично. Ну, и сейчас смотрим на заявление Гауляйтера. Вот Сальдо говорит, что все-таки Путин очень решительно настроен на захват Херсона, затем Николаев Одесса. Ну, и ранее говорил командующий объединенных силами ВСУ Сергей Наев, что война России против Украины опять может выйти за пределы Востока и Юга. То есть, что Путин пока еще, понятно, не останавливается, не готовится. Ресурс сегодня. В чем сегодня, да, вот, скажем так, пусть сила армии Путина, это все же живые люди, это все же ВПК, который работает, постоянно показывает новые самолеты, новые беспилотники. Чем Путин собирается, не знаю, идти дальше и сможет ли? Во-первых, я бы сказал, что этот самый, как его фамилия, Сальдо или Сальдо, он просто в военном отношении абсолютно малограмотный, потому что, значит, двигаться на Херсон, дальше на Николаев Одессу, ну, куда его там фантазия завела, значит, для этого нужно русским форсировать Днепр. Причем форсировать Днепр с востока, ну, или с юга на север, смотря как смотреть, значит, слева берега на правый, правый берег более высокий. Вообще форсирование, сколько-нибудь крупной операции по форсированию таких рек, как Днепр, это, сегодня это не под силу российской армии, это я вам скажу точно. Для этого требуются очень серьезные, ну, и, там, скажем, понтоны, количество понтонов, это такое количество жертв, которые не может вынести российская армия сегодня, не говоря уже о том, что вообще зима, значит, через пару дней наступит, Днепр, в общем, там купание в этой реке зимой, я так понимаю, удовольствие никому не доставит. Значит, о префорсировании таких рек, значит, это случается довольно часто, не говоря уже о том, что все эти переправы, они будут находиться под огнем артиллерии вооруженных сил Украины. Нет, в этом смысле, вот если говорить о конкретике, значит, захват Херсона и так далее, это все фантазии, значит, людей, которые, ну, не очень хорошо понимают характер воения. Другой вопрос, а если, там, скажем, русские начнут какую-то операцию по обходу, ну, через Запорожскую область как-то вот двигаться там дальше на запад, ну, теоретически можно нарисовать любые стрелки на карте, вы понимаете. Вот я, значит, если бы можно было рисовать здесь, в эфире, я бы вам нарисовал, как теоретически кто-то может двигаться, но точно так же можно нарисовать движения и вооруженных сил Украины. Реалии таковы, что вероятность переноса вооруженных действий или военных действий на территорию, значит, за пределы нынешней линии соприкосновения, да, она есть, но давайте, значит, посмотрим, где это возможно. Что с моей точки зрения возможно, это движение русских войск, ну, достижение, я повторяю, теоретически возможная ситуация, но тем не менее, в общем, к этому стоит, в общем, быть где-то ментально, по крайней мере, психологически готовым. Это движение к Осколу, к реке Оскол вот на Луганском фронте, Оскол, как я понимаю, уже это Харьковская область, значит, вот, ну, теоретически можно представить себе вот продвижение к этой реке, форсирование Оскола, мне кажется, крайне малореальным. Теперь под Кременной, ну, там продвижения практически нет, там ситуация, по крайней мере, до того, как к лету будущего года там земля подсохнет, там движение, возможно, вдоль леса, там дорога есть, которая ведет из-под Кременной в сторону лимана, а в остальном там достаточно тяжелые условия для движения любых автомобилей, бронетехники и так далее по пересеченной местности. Так что там как-то мне представляется, что там маловероятно какое-то продвижение, хотя выход к Лиману может быть очень привлекательной целью для русских, в отличие, скажем, от выхода к Кубинску с военной точки зрения. Дальше что мы видим? Мы видим очень тяжелые бои вокруг Бахмута, но ни та, ни другая сторона не продвигаются. Я не вижу там возможности прорыва русских сейчас, но даже если это произойдет, то мы вернемся к ситуации, ну, на конец мая этого года, и тогда, в общем, было ясно, что, взяв Бахмут, русские застревают. Застревают, потому что идут из-под Бахмута идут три дороги, на север к Северску, на Славянск и на Константиновку, потом на Краматорск. Эти дороги проходят в такой местности, они окружены высотами, это Донецкий кряж, где обороняющаяся сторона имеет очень серьезные преимущества, а наступающая сторона таких будет нести огромные потери. И вообще движение очень сложное, понимаете, движение по дорогам, которые простреливаются с высот, а брать одну высоту за другой, это, как говорил Путин, в свое время замучающийся пыль глотать, но в данном случае замучивается кровь глотать. Дальше. Авдеевка. Вот тут, да, теоретически, кто... Значит, ситуация очень тяжелая, для вооруженных сил Украины слов нет, но вот то, что я могу судить, я, конечно, сужу вот только по открытым источникам, других у меня нет, потерь, уровень потерь русских таков, что это даже если они и вынудят вооруженные силы Украины оставить Авдеевку, но уровень потерь политически, да, медийно это будет, конечно, так сказать, будут бить в барабаны, дудеть в дудки пропагандистские, но военного смысла это не имеет. Движение из-под Авдеевки куда-то дальше и выполнение приказа Путина о взятии всей Донецкой области, на мой взгляд, это нереально. Ну и дальше Запорожская область, но тут инициатива находится в руках У, в общем, в руках ВСУ. Очень там у русских нет, как я понимаю, нет возможности прорыва фронта, и главная задача удержать фронт, не дать подвижения, не дать подвигаться по направлению Такмат-Мелитополь. Я, да, все, в войне бывает все, но вот при таком более или менее неэмоциональном анализе, мне кажется, что выход за пределы, серьезные за пределы нынешней линии соприкосновения, значит, там взять, что там Сальдо говорил, Николаева там, ну добавьте к этому, пусть он добавит Запорожье, Днепропетровск, Днепро, прошу прощения, все это фантазии его, ну мало ли что придет в голову этому человеку, всерьез, я думаю, к нему относиться не стоит. Другой вопрос, вообще в России много говорят, да, о весеннем наступлении, но для этого нужно, во-первых, нужно провести массовую мобилизацию, по объему примерно такой же, как вот осенью прошлого года, а этого пока Путин этого не хочет делать. Вы сказали вот в контексте Херсонской области, что количество жертвы есть такое, которые вынести российская армия не сможет. Ну что мы видим на сегодня? На Бахмутском направлении пишут наши военные, что там не жалеют своих подразделений, используют их даже как приманки. Также пишет Радзетка Британии, что Авдеевское направление, там Россия терпит наибольшие потери с начала войны из-за наступлений и пытается, понятно же, окружить Авдеевку. Какое число сегодня для россиян есть невыполнимым? Какое количество жертв есть неприемлемым? Потому что вот почти каждый день тысяча оккупантов, да, они ликвидированы или такие, какие уже не могут приступать к боевым действиям. Какое количество для России может быть слишком много? Ну, это вам никто не скажет, потому что, ну, это познается только на практике. Так теоретически, вы знаете, вот в начале войны многие аналитики и в Украине, и в ней ее говорили, ну, вот, да, начнутся потери, пойдут в Россию гробы, значит, население восстанет и скажут, штык в землю и кончай войну. Ничего подобного не произошло, замечу. И тут для этого есть несколько причин. Во-первых, это высокая толерантность российского общества к потерям. Ну, оно их не замечает. Теперь, почему? Потому что, видите, в большинстве своем вот эти мобилизованные или призванные в армию, значит, или контрактники, ну, это совершенно разные категории людей, понимаете. Вот если речь идет о контрактниках, то для них и для их семей потеря, значит, потери жизни или там ноги руки у этого человека, это сознательный риск, на который он идет и на который идет его семья ради больших денег. Тут как бы есть такой договор со властью. Вы платите большие деньги, там, от 200 тысяч рублей и выше, это, ну, для российской глубинки это кошмарные деньги. Это просто за пределами, значит, воображения. Значит, вы платите такие деньги моему мужу, там, сыну, брату или мне лично, да, но я понимаю, что я рискую жизнью. И, кроме того, для семьи есть вот эта вот приманка, так называемые гробовые выплаты за потерю, там, я не знаю, ну, потерю человека, этого контрактника, да, это не потеря кормильца, там, другая юридическая формула. Значит, там, от трех миллионов и выше. Это, да, это деньги, на которые можно, так сказать, рискнуть жизнью. Ну, есть такие люди, есть люди, которым действительно нужны деньги для семьи, там, и так далее. Вот это риск. Другое дело, это мобилизованное, это совсем другое дело. Это не те люди, которые говорят, я сознательно иду, значит, в армию, наемникам, нет, меня насильно завербовали, меня насильно обрили, да, и отправили на фронт. Вот, тут другое дело, но, видите, вот этих мобилизованных чаще всего берут, ну, в массе своей, берут в небольших городах, берут в сельской местности, в деревнях. Но придут, значит, в небольшой городок придет два трупа. Это много или мало? В общем, ну, пожмут плечами, скажут, ну, да, вот если придет там 200 на 5000 населения, это уже, наверное, будет заметно. А так, ну, война есть, война. По телевизору объясняют, что нужно защищать родину от ужасных, ужасной Украины, от украфашистов там. Ну, мало ли какие все эти пропагандистские, да, они, российское общество в это верит, ну, значительная часть в это верит. Так что, вот если это коснется крупных городов, вот такие потери, там, скажем, серьезные потери, ну, тогда реакция общества может быть другая. Но я в это, честно говоря, не верю. Я вообще не верю в какую-то силу сопротивления русского народа. Нет, ну, не верю, и все. Нет таких, нет, понимаете, конкретных практических проявлений какого-то, каких-то антивоенных настроений. Ну, их нет. Значит, общество с этим мерится. А говорить о том, какие потери приемлемы, какие неприемлемы, это мы только поймем, когда эти потери начнут, когда общество начнет волноваться. Если начнет. Да, то есть пока еще видим, что нормально, еще приемливо. Интересно, вот, насколько сегодня готовы эти женщины воевать, потому что вот пишут важные истории, ссылкой на свои источники, что вот российский батальон «Эспаньола» начал воевривать свои ряды женщин для службы в штурмовых отрядах. Женщины и штурмовые отряды. Это информация про что? Про то, что, может, не хватает кого-то? Про то, что женщины сегодня также настроены защищать что-то на чужой территории? О чем это? Да, в общем, происходит, ну, во всяком случае, такие пропагандистские вербовочные компании, они идут, и не только в эти «Шторм-Зет». «Шторм-Зет», вообще говоря, это скорее такие группы штрафные, это как штрафные батальоны во время войны. Второй мировой войны были. И туда набирают в основном уголовников бывших. Ну, то есть, как этих осужденных из тюрем, они подписывают соответствующие контракты, их направляют вот в эти «Шторм-Зет». Но есть еще другие так называемые добровольческие формирования, их довольно много, разные названия, все они подчиняются сейчас Министерству обороны. Да, женщин туда берут, но, во-первых, на какие роли? Снайперы раз. Женщины, кстати говоря, очень хорошо стреляют, лучше мужчин, замечу, это известно. И выдержка больше, и как-то, ну, у них лучше получается. Операторы дронов, ну, это достаточно такая квалифицированная работа, уже требуется кое-какое образование, понимание, как этими, значит, аппаратами можно управлять. Вот. Есть, какие мотивы у женщин идти в эти добровольческие формирования? Да те же самые, что у мужчин. Деньги. Деньги, раз, неустроенная личная жизнь, два, возможность там как-то устроить, как они говорят, устроить свою жизнь, то есть найти мужа или там мужчину, на какие-то длительные отношения. Ну, и, наконец, есть просто авантюристы, авантюристы женского пола, их тоже немало. В общем, женщина в этом смысле мало чем отличается от мужчин. Гендерное равенство такое. Очень известные, уже много раз об этом говорят и украинские военные, такие известные закрят отряды, когда свои убивают своих, когда не позволяют возвращаться, то есть ты или иди вперед, или если возвращаешься, мы тебя будем убивать, и это все понимают. Об этом много знают, я так понимаю, что эта информация точно доходила и до россиян, и до военных. Очень много об этом говорят в разных разговорах, которые ГУР показывает, украинское главное управление разведки. О чем говорят российские военные? Работает вот такое для россиян? Ну, если говорить о том, что эти отряды достаточно эффективны, да, работают. Ну, представьте себе человека, вот он струсил, потерял контроль над собой, бежит назад, ему включат строй, стой, или мы тебя сейчас застрелим, он понимает, что застрелит, или иди возвращайся на позицию. Да, конечно, эффективно. Другой вопрос, понимаете, тут ведь тоже дело в количестве, если, скажем, вот такие вещи бывают, и под Авдеевкой говорят, такие вещи случаются, вот эти самые мобилизованные, которые требуют, чтобы их вот после года службы в армии их отпустили по домам. Они начинают коллективно уже отказываться от того, чтобы идти на передовую. Вот когда там взвод или рота, или рота, это сто человек, вот с оружием в руках, скажут, не, ребят, мы не пойдем, мы уже свое отстреляли. Вот теперь пусть эти, значит, бывшие уголовники, которые зарабатывают все на помилование, вот пусть они идут вперед. Такие вещи случаются. Тут никакой заградотряд не поможет, потому что вступать в бой с вот такими решительно настроенными ребятами с оружием в руках, ну, как-то, как-то в России говорят, стрёмно, да, не очень, не очень эти заградотряды, тем более, что они, в общем, не из кого они состоят. Это либо Росгвардия, либо вот эти чеченские формирования. Но те чаще любят в красивой форме гулять по городку, а воевать как-то, в общем, не очень у них получается. Или, а, росгвардейцы, они тоже сильны, когда против безоружных выступают. Ну, это вот специфика разных видов вооруженности, разных служб силовых. Остатки Вагнера сегодня видят на разных направлениях. То есть, так понимаю, те, кто переподписал контракты, теперь они под Минобороны, в частности, на Купинском направлении, также заметили бывших Вагнера. Если говорить в целом о такой человеке, как Вагнер, подобное, что-то может быть еще в России, как Вагнер, или все, больше похожего не будет, и все теперь будут вот как одно, да, вот как мобилизованные, мобилизованные, там разные структуры есть. Ну, вот даже у нас говорили в Украине, что от Вагнера, если говорить о Бахмуте, ну, это был один из самых таких сильных подразделений, получается, России, если это можно назвать. Да, с Вагнером все кончено. Теперь, значит, после этого мятежа было принято решение о том, что вот такие частные военные компании, которые, в общем, подчинялись, прежде всего, своим, ну, как бы это сказать, работодателям, хозяевам и так далее, они все переформируются в добровольческие формирования, которые подчиняются Министерству обороны. Теперь уже вот такой вольницы отдельной, и их нет. Но Вагнер был еще уникален, и потому что Пригожин сумел привлечь, ну, в общем, более или менее бандитов, да, но таких умеющих воевать, или умевших. Вот Уткин, это его зам, по, ну, собственно, вот он и командовал Уткин этим, в военном плане командовал Вагнером. Это был достаточно такой, ну, не бесталанный командир, он понимал, как нужно вести войну. Пригожин сам по себе в военных делах не очень разбирался, а Уткин, да, он понимал, как это все работает, и сумел, собственно, под его командованием основные операции проводились, но его устранили, значит, от греха подальше, чтобы он не пошел в следующий раз на Москву. Так что, а Вагнер, да, Вагнер, как организация, уже не существует, как я понимаю, а отдельные там подразделения, какие-то, может быть, взводы там, или еще что-нибудь, или отдельные, значит, наемники, им предложили идти вот в эти добровольческие формирования, которые при Министерстве обороны созданы. Там самое такое известное, это Редут, такая, значит, ну, это не частная военная компания, это формирование, добровольческое формирование, ну, и как бы такая зонтичная структура, которая, значит, несколько таких группировок, под ним ходят несколько таких группировок. Все с Вагнером кончено. То, что их, этих людей разбросали по разным подразделениям, ну, да, так вот, так, значит, такова их судьба, пусть они там теперь воюют. Кадыров заявил, что 3000 чеченских бойцов готовы отправиться воевать в Украину, цитата его, с учетом их высокой боевой подготовки, оснащения, твердой и нерешимой мотивацией, ребята способны выполнить приказ любой сложности, мол, отобрали лучших из лучших. Верите вы, что Кадыров в лучших своих бойцов посылает куда? На передовую или все же вот те функции, которые мы так же разговаривали с вами, они все-таки выполняют более такие вот, стоят за и смотрят за теми, кто воюет, чтобы там не убежали. Тут есть несколько моментов, мы не знаем, что это за люди, почему? Значит, есть несколько типов формирований в Чечне, ну, таких военных, военизированных, все они подчиняются Кадырову, но некоторые состоят из чеченцев, из местных жителей, там, это Кадыровская вроде бы гвардия, или там, они все называются отряды Ахмад, но там есть дополнительные, всякие прилагательные, или дополнительные слова, там, Ахмад Север, Ахмад Запад, и всякие такие, а есть добровольческие формирования, которые созданы в Чечне, из, ну, из всех, кто, кого они могли завербовать, в том числе и людей славянских, славянского, славянского корня, да, русских там, прочих, кто живет в России, и их приглашали в Чечню, и приглашают, значит, там платят какие-то деньги, одевают, обывают, кормят вроде бы ничего, и вот эту публику как раз Кадыров и любит отправлять на фронт в Украину, потому что своих он ценит, свои это у него гарантия того, что в случае каких-то неприятностей для него в самой Чечне он будет иметь реальную какую-то боевую силу, там 20, может быть 30 тысяч человек, в том числе на случай смерти Путина, потому что в случае смерти, если вождь помрет, ну тогда Кадыров один из первых кандидатов на устранение, его очень не любят там в ФСБ, в армии, его терпеть не могут, так что вот на всякий случай он готовит себе такую защиту, отправлять этих людей, но тем более, что очень многие из командиров этих вот отрядов, чеченских собственно, чеченских отрядов, какие-то люди, ну не то чтобы родственники Кадырова, хотя наверное и эти есть, но люди по крайней мере из одного с ним Тейпа, то есть это те, кто лоялен ему не только, потому что он деньги платит, но и там есть другие критерии лояльности, там родственные и прочие всякие, сложные очень отношения между ними, но они эти народы очень хорошо в этом разбираются, так что отправлять он туда будет наемников из всей великой матушки России, ну вот пусть они там воюют, он-то конечно их называет там бойцами экстракласса, но это еще надо посмотреть, какие они экстракласса, и кстати говорят, ну что такое три тысячи, в Украине воюют по данным ГУР вооруженных сил Украины больше четырехсот тысяч российских солдат и офицеров, ну вот три тысячи это меньше одного процента, ну и что они там сделают? Да ничего. Юрий, я вас благодарю за важный анализ всего, что происходит, уверенно, еще будем с вами видеться в эфирах Юрий Федоров, кандидат исторических наук, так уж військовый эксперт и профессор Прасского университета. Дякую вам. Дякую вам. Субтитры сделал DimaTorzok